Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами передача «Популярная безопасность» и ее ведущие Сергей Шерстабитов и Дмитрий Пудов. И с нами сегодня в студии Александр Шахлевич, директор продажной компании «Имперво» на территории России и СНГ. Здравствуйте, коллеги. Очень рад оказаться наконец у вас в студии. Надеюсь, что сегодняшняя встреча пройдет на веселой ноте. И с удовольствием пообщаемся и обсудим наиболее животрепещущие вопросы для российского рынка безопасности и в том числе для применительных решений «Имперво». С хорошим настроением у нас, слава богу, пока все хорошо. Надеюсь, оно будет еще лучше, но еще немножко конструктива. Александр, расскажи, пожалуйста, о том, как компания «Имперво» ведет свой бизнес в России сейчас, какие точки роста видит и какого рода решения, технологические решения интересные, новые, компания готовит для вывода в том числе и на наш рынок. Ну, если можно, то я немножко вдамся сначала в историю развития вообще вендора на международном рынке и в российском регионе в том числе. Компания «Имперво» изначально появилась как производитель систем в «Application Firewall». Еще в 2002 году компания образовалась, в 2003 году было выпущено первое решение. Ну и, собственно говоря, изначально компания была первым фактически пионером в области в «Application Firewall». И те, кто знаком с этой технологией, понимают, что в «Application Firewall» по сути была первой технологией Deep Packet Inspection, которая была внедрена в решениях по безопасности вообще в мировом масштабе. Поэтому можно сказать, что все текущие системы защиты информации, которые используют технологию Deep Packet Inspection, они так или иначе черпали и заимствовали этот подход из решения именно в «Application Firewall». Потому что для анализа трафика HTTP и HTTPS недостаточно было просто разбора трафика на третьем-четвертом уровне. Соответственно, необходимо было смотреть вглубь данных, и отсюда появилось, собственно, название технологии «Глубокая инспекция пакетов». Александр, извини, пожалуйста. А эта технология, когда она была изобретена, была ли она защищена международными патентами или нет? То есть вот те, то множество продуктов, которые сейчас есть. Нет, сама технология Deep Packet Inspection, она, естественно, не была запатентована. И сейчас она действительно используется практически во всех и периметровых средствах защиты, таких как NGFW и IPS. Есть специализированный класс решений Deep Packet Inspection для глубокого анализа сетевого трафика и инспекции пакетов. Но, как таковых, патентов ни у одного производителя на эту технологию нет. То есть это просто некий стандартизированный подход именно к инспекции трафика вплоть до седьмого уровня. При этом разные решения делают это с разным уровнем детализации, с разной глубиной и инжинирингом трафика. И, соответственно, в зависимости от этого получаются различные классы решений и получаемые результаты. Ну и если продолжать дальше про историю компании, то Impervo следующим шагом осознала, что под любым веб-приложением так или иначе существует база данных, которая также является критичным активом, потому что защищая информацию, мы, естественно, защищаем в том числе и места ее хранения. Поэтому база данных, как ключевой объект инфраструктуры, была также понятным вектором. И, соответственно, наши разработчики быстро оценили ситуацию и доработали буквально за год-два продукт для защиты систем управления базами данных. Соответственно, так появился второй продукт в нашем портфеле, второй флагманский продукт. Ну и в дальнейшем мы поняли, что информация хранится не только в структурированном виде, но и в неструктурированном виде на файловых ресурсах. И, соответственно, еще чуть позже был доработан продукт для защиты именно файловых ресурсов. Соответственно, сейчас наш флагманский портфель решений – это три основных продукта. Это Web Application Firewall, Database Security и File Security, представляющие из себя некую законченную связку продуктов, которые обеспечивают как места хранения данных, так и способы доступа к этим данным. Ну и сейчас в дальнейшем, последние, наверное, 5 лет развития компании, очень активный упор идет на разработку и создание решений для защиты всевозможных облачных технологий и также для защиты по облачной модели ресурсов типа веб-приложений. Те три флагманских продукта, про которые ты говорил сейчас, они же, наверное, в разной степени представлены на нашем рынке. То есть есть продукты, которые и международными рейтинговыми агентствами признаются лидирующими, есть, наверное, продукты, которые с точки зрения конкурентной среды выглядят не так благополучно. Вот опиши, пожалуйста, картину того, как эти продуктовые линейки представлены на российском, в частности, рынке. На самом деле тут рынок достаточно динамично меняется. То есть если 4-5 лет назад мы наблюдали с точки зрения продаж основной объем проектов именно в части защиты баз данных, то в последние 2-3 года очень сильно изменился вектор и пропорция между проектами внутри вот этого флагманского портфеля решений. И, соответственно, сейчас у нас примерно 50 на 50 идет обращение по проектам для защиты веб-приложений и по проектам для защиты баз данных. При этом в среднем каждый проект по защите веб-приложений раз в 2-3 меньше, чем проект по защите баз данных. То есть вы можете понимать, что в штучном выражении количество проектов по защите именно веба, их существенно больше, чем по защите баз данных. Но стоимость решения примерно 50 на 50 получается. Решение для защиты файловых ресурсов в силу своей специфики, в силу распространенности конкурентов на российском рынке, оно достаточно мало распространено. У нас есть несколько живых боевых внедрений, но в целом наш подход в части защиты файловых ресурсов, он существенно отличается от ближайших конкурентов. То есть у нас идет аспект на безопасность в режиме реального времени, у них идет основной упор на инвентаризацию прав, на автоматический пересмотр прав и на предоставление инструмента управления для IT-подразделений. То есть здесь зачастую заказчиками систем по защите файловых ресурсов выступают IT-подразделения, которым не так критична защита в режиме реального времени, как важнее именно административные разные функции и управление в автоматическом режиме правами пользователей, чтобы не заниматься ручным пересмотром и не заниматься вот этой механической работой. Я не знаю, умышлено или нет, но ты опустил еще один продукт, я бы сказал, сервис, который сейчас у вас присутствует в линейке, и он очень хорошо вписывается как раз в эту парадигму защиты приложений на всех этапах. Сервис и капсулы имеется. Да, безусловно, о защите от DDoS-атак можно поподробнее, востребован ли он на российском рынке и его перспектива. И, наверное, в продолжении этой темы, стоит ли нам ждать от компании первого каких-то новых шагов, новых решений? Да, конечно. И я не случайно сказал, что у нас последние 4-5 лет делается достаточно сильный упор именно на развитие облачных технологий, либо же на предоставление управляемых сервисов по безопасности через облако. И инкапсулы, в принципе, это как раз-таки сервис, который представляет систему защиты веб-приложений, систему защиты от DDoS-атак для приложений, независимо от мест их размещения, будь то хостинговые какие-то площадки, будь то собственные ресурсы компании, либо же какие-то облачные ресурсы, например, в крупных международных облаках типа Amazon или Microsoft. Но при этом по практике продаж, на самом деле, за последние 2-3 года каких-то шедевральных сделок не было по именно инкапсулу. Но при этом было несколько важных ключевых проектов. В частности, мы помогали защищать Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Ну и также есть ряд внедрений в крупных российских банках, которые также мы с удовольствием рассказываем, можем предоставлять референсы. На самом деле, на данный момент, больше всего заказчиков отпугивает тот факт, что у нашего сервиса не было точки присутствия на территории России и СНГ. И, собственно говоря, у многих возникал вопрос по поводу трансграничной передачи данных, по поводу хранения данных где-то за рубежом, по поводу возможности подключения каких-нибудь секретных агентств для инспекции трафика российских заказчиков. Но мы активно идем к разрешению этого вопроса. И на данный момент вы можете уже на карте нашей инфраструктуры сервиса инкапсулу увидеть точечку, которая обозначает мозг, и, соответственно, написано там, что сайт находится в процессе разработки. То есть, действительно, сейчас в Россию уже ввезено оборудование для центра очистки, и где-то в ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, мы ожидаем открытие точки присутствия Point of Presence сервиса инкапсулы на территории России. Для российских клиентов это будет означать, что до пикового мощности очистки этого хаба весь трафик клиентов будет оставаться внутри и, соответственно... Обработался исключительно на территории России. А вы делаете это как вендор или с привлечением партнера сервисного? Изначально это была наша отдельная дочерняя компания, которая позже была интегрирована в основную компанию «Имперва», и сейчас мы это предоставляем фактически как подписки, как ежегодный сервис, но при этом... Вопрос, Дмитрий, прости, пожалуйста, я перебил. В России вы делаете этот бизнес самостоятельно, как «Имперва», как компания «Имперва», которая строит... «Имперва» вообще на территории России и СНГ последует исключительно двухуровневая модель дистрибуции, то есть есть первый уровень, это один или два дистрибьютора в зависимости от страны в России и СНГ, и, соответственно, дальше это некий ряд партнеров, соответственно, каждый со своим уровнем, каждый со своим компетенцией и запасом реализованных проектов, но при этом мы никогда не работаем с заказчиками напрямую, это наше правило, и в течение долгого времени я бы сказал, что оно нам играло хорошую службу, потому что переходить дорогу партнерам зачастую, ну, это не наша специфика, не наш бизнес. Играл и играет. Я так понимаю, вы от этой стратегии отходить не собираетесь. А этот подход, он исповедуется не только в России и СНГ, но и за пределами тоже. По той же модели идет работа за рубежом. Интересный момент вот здесь, потому что исторически в Северной Америке, например, и в Европе, во многих странах имперва очень часто использовала прямые продажи, и, собственно говоря, крупнейшие сделки, крупнейшие аккаунты в течение многих лет разрабатывались напрямую импервой самостоятельно. Но при этом в течение последнего года-двух произошел значительный сдвиг в головах нашего менеджмента, и сейчас все больше и больше упор идет именно на партнерскую программу, на защиту партнерского канала и, соответственно, на продажи через партнерскую модель продаж. То есть мы стараемся по максимуму отойти от прямых продаж и перейти полностью на модель канальных продаж через партнеров и дистрибьюторов. И сейчас эта практика внедряется по всему миру, и в том числе в североамериканском регионе также появляются какие-то ключевые дистрибьюторы и партнеры, которые через себя пропускают весь полупроект. Основной офис располагается в Израиле или в Соединенных Штатах? Ну, по сути, здесь ситуация очень близка к ситуации с Чекпоинтом. То есть изначально компания выросла как израильская компания. Мне кажется, там даже примерно одни и те же сотрудники. Ну, там, да, там, на самом деле... Близкий круг. Из учредителей есть такой человек, который изначально создавал компанию Шлома Крамер. Он один из выходцев из Чекпоинта, поэтому, собственно, действительно там корни очень близки. И компания изначально появилась и разрасталась именно в Израиле. Потом в какой-то момент, в точке зрения выхода на международные фондовые рынки, появилась также штаб-квартира в США. Но сейчас они практически равнозначны по... По влиянию. По влиянию, да. И по ресурсам. Но при этом до сих пор вся разработка сидит по-прежнему в Израиле. То есть, по сути, в США больше штаб-квартира предназначена для административных функций. И для, с точки зрения, как бы, подстраховки от возможных рисков в Израиле. Объем денег, которые генерируют один и другой офисы. Ну, то есть, где денег больше для компаний Первого? За океаном или в традиционных, скажем так, местах присутствия? Ну, так сложно разделять, на самом деле, потому что у нас нигде внутри эта статистика не публикуется. Но, в целом, если брать не конкретно офисы, а просто разбивку бизнеса, допустим, там, американские регионы, Европа и Азия, то я бы сказал, что Америка на данный момент по объему продаж занимает примерно 40%, может быть, даже 50%. То есть, весь остальной мир делает столько же, сколько делает одна Северная Америка. Александр, спасибо большое. Уважаемые зрители, мы получили представление о том, как выглядит компания Первая, как она ведет свой бизнес. И после небольшой паузы мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами. Уважаемые зрители, мы продолжаем передачу популярной безопасности, которую ведут Сергей Шерстобитов и Дмитрий Пудов. И с нами по-прежнему в студии Александр Шаклевич, директор по продажам компании Первой на территории России и СНГ. Еще раз здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, о том, как и за счет чего компания планирует развивать свой бизнес дальше. Понятно, продуктовая линейка, которая есть сейчас, она, наверное, не стоит на месте, но все же, что нас ждет в будущем? Ну, еще 4-5 лет назад мы не могли не отметить достаточно сильный тренд по переходу и переводу различных объектов инфраструктуры в облачные сегменты, в какие-то публичные или частные облака. И, соответственно, еще в тот момент мы начали разрабатывать свой сервис-энкапсулу для защиты веб-приложений от Атак, для защиты от DDoS-Атак. И, соответственно, сначала это существовало как наша дочерняя организация, потом было полностью интегрировано внутрь основной компании Первой. Сейчас это полностью продукт, по сути, такой же равнозначный, как и наша основная линейка продуктов. И при этом мы видим очень серьезное увеличение сегмента рынка в течение последних двух лет. То есть, если брать в международном масштабе, то темпы роста этого сегмента, этого куска бизнеса для нас, они составляют двух-трехкратный рост ежегодный. Да, то есть мы понимаем, что это очень сильный тренд, мы не можем его игнорировать. И понятно, что если есть какие-то ограничения, например, для России и СНГ, которые я озвучил раньше, то сейчас мы пытаемся их всячески превозмочь, чтобы быть конкурентными на этом рынке. На фокус именно туда, на облака. Может быть, тогда к российским реалиям уже косвенно прозвучала оценка, что в России этот сервис менее востребован, есть определенные опасения. А по вашему мнению, насколько вообще тема защиты облачных сервисов востребована теми же сервисами, которые компания «Имперва» готова предложить российскому потребителю? На самом деле, я думаю, что тема защиты ресурсов через облачные сервисы, она на самом деле будет также набирать обороты в России и СНГ, так же, как и в остальном мире. Вопрос, что у нас большим недоверием, может быть, относятся к всевозможным обычным технологиям в силу специфики региона, в силу закрытостей, в силу каких-то политической напряженностей, например. Но при этом, так или иначе, нельзя не отметить тот тренд, что на российском рынке появляются локальные компании, которые предоставляют управляемые услуги по безопасности, которые предоставляют сервисы типа управляемого СОКО. И такие компании уже не единичные, то есть это не какие-то стартапы, это действительно отдельный уже сегмент бизнеса, и в том числе корпоративные заказчики активно рассматривают варианты аутсорсинга, варианты оптимизации затрат, перехода от капекса к опексу. И опять-таки, это действительно модель, подходящая для многих крупных заказчиков. Ну и при этом облачный сервис дает ту гибкость, которую не дают никакие коробочные решения. То есть вы получаете с фиксированным НСЛА защиту, которая не требует управления, и которая может предоставляться, по сути, независимо от физического нахождения площадки в любую точку мира. Прекрасно масштабируется. Да, прекрасно масштабируется. Недостатков он принес решений. Еще одна специфика России, о которой невозможно спросить, все-таки вопрос импортозамещения. Он как сказывается на бизнесе компании в России? Ну, с точки зрения импортозамещения, лично на мой взгляд, я не буду говорить от лица компании, но лично на мой взгляд, импортозамещение до сих пор на данный момент является темой, которую очень тяжело, скажем так, понимают и заказчики, и многие вендора. То есть пока что мы видим больше определенного шума, больше паники, чем нежели каких-то реальных проектов по замещению. Некоторые заказчики переходят на open-source технологии, но при этом такого, чтобы резко во всех организациях взяли, заместили Microsoft, SAP или какие-то традиционные решения по сетевым технологиям или технологиям безопасности, такого нет. И мы понимаем, что пока не будет введена какая-то конкретная нормативка в этой области, это больше паника. Декларации. Больше декларации. Но здесь все-таки речь немножко о другом. Больше декларации. Мы бы хотели, наверное, поговорить о том, каким образом импортозамещение влияет на бизнес в большей степени вас, как компания имперова в России, нежели на бизнес компании SAP или Microsoft. Понятно, что у этих столпов позиции немножко другие, но все-таки для вас, для тебя, как человека ключевого с точки зрения продаж в России и СНГ, ситуация как-то изменилась или нет? С момента, когда пошли эти тренды, начиная с 2014 года, то есть фактически уже два года это происходит на российском рынке, и я бы не сказал, что были какие-то проекты, упущенные именно из-за того, что заказчик следует тренду импортозамещения и решил отказаться от зарубежного решения. Мы очень небольшая, нишевая компания, мы гибко реагируем на рынок, и, соответственно, в тех сегментах, в которые мы работаем, мы предлагаем лучшие технологии в своем классе. Отказаться, ну, это примерно аналог того же самого SAP. Можно отказаться от хорошего в пользу чего-то более дешевого и более, менее хорошего, но при этом далеко не всегда заказчики идут на это. И с точки зрения того же самого импортозамещения, там же во многом вопрос обоснования. Если продукта нет в реестре, но при этом требуется какой-то его функционал, то заказчики могут обосновывать, что им требуется этот функционал, и, соответственно, покупать зарубежные решения, независимо от каких-либо ограничений. Другой аспект, что, не знаю, насколько это официальная информация или слухи, но ходят слухи, что с января 2017 года на зарубежное ПО будут введены дополнительные налоги. Насколько я понимаю, НДС будет, по сути, дополнительный или какой-то роялти с продаж софта. Насколько я понимаю, этот вопрос еще не фиксированный, но вот если это будет введено, а сейчас такая же ситуация в Казахстане, то это будет очень болезненно. Я как раз хотел сказать, что вы наверняка сталкивались с этим на территории НСНГ, действительно, в Казахстане. А что происходит в Казахстане, расскажите. В Казахстане, помимо стандартного... Налог на доходы нерезидентов в размере 20%? Нет, там, помимо стандартного НДС, в случае закупки софта, помимо стандартного НДС, появляется еще 10 или 15% роялти. На продажу этого софта, ну, 10 или 15%. То есть это отчисление, которое уходит в казну государства? Если ты привозишь коробочные решения, то ты просто платишь 12% НДС, а если ты привозишь софт, то ты дополнительно 10 или 15% со стоимости закупочной этого софта должен заплатить в государство, как отчисление. Не некие финансовые тонусы. То есть компания умеет этим управлять и умеет с этим работать, и для вас это тоже не станет неожиданностью? Ну как, это не станет неожиданностью, потому что мы понимаем, как с этим работать, но с другой стороны, как правило, это все равно ложится на производителя с точки зрения каких-то финансовых условий. Или на потребителя, это принципиальный момент. Чаще всего на производителя ложится, потому что наш прайс-лист, он на территории России и СНГ уже в течение 7 лет существует, и в принципе, кроме изменения товарных позиций, цены не менялись за все это время. То есть мы держим достаточно устойчивую ценовую политику, мы не прыгаем, не меняем каждый год прайс, и поэтому менять его сейчас в связи с тем, что просто появится новый налог, это будет требовать серьезного рассмотрения. У многих уже забюджетированы решения, у многих проекты уже идущие, поэтому... Наверное, это где-то перекладывается на плечо дистрибутора, там, ну, наверное, не будем погружаться в эту историю. Мы немножко все-таки уклонились от главного вопроса, ну, или от важного вопроса, может быть, не главного, но очень важного, про конкурентную среду. Да, чувствуете ли вы давление со стороны российских игроков, которые появились в последнее время, ощущаете ли вы конкуренцию со стороны новых игроков, которые появились в этой нише западных, которые тоже приходят в Россию, и имена, наверное, известны всем немецком. Появляются новые игроки из-за рубежа, и они тоже идут сюда, потому что это тоже рынок, и сейчас, наверное, и там не очень хорошие времена. Все-таки давай дадим возможность ответить Александру. Ну, смотрите, как я говорил, пока что в текущем виде основные продажи решений им первые идут все-таки на сегмент веб-аппликейшн фаерволов и систем защиты баз данных. Если рассматривать эти два направления, то у нас есть сильные конкуренты в каждом отдельности, но нет ни одного конкурента, который бы объединял эти два функционала или эти два решения в своем портфеле сразу. Это одно из преимуществ. Второе преимущество – то, что все-таки в части веб-аппликейшн фаервола мы действительно были пионерами в своей области, и на протяжении трех последних лет в квадрате Гартнера, уж не знаю, насколько он, скажем, адекватный метод оценки… Ну, тем не менее, в квадрате Гартнера им первого в течение трех лет является единственным лидером, и наши маркетологи проанализировали ситуацию с квадратами Гартнера, и оказалось, что на протяжении всей истории Гартнера это, по сути, единственное решение, которое на протяжении трех лет оставалось единственным лидером. То есть во всех остальных сегментах дольше двух лет решение не оставалось уникальным в квадрате лидеров. Мы же третий год сохраняем эту позицию. Отлично. И это означает, что вы несете и даете вашим потребителям какую-то очень серьезную ценность, и видите эту ценность, и можете ее выгодно преподнести. В чем она? У нас не так много времени, поэтому давайте уйдем от общих маркетинговых таких вещей больше к частностям, к конкретным деталям. С этой точки зрения я часто использую в своих презентациях слайд, на котором говорю, что в России я не знаю других драйверов по реализации проектов по безопасности, кроме требований регулятора и кроме взвешенных бизнес-рисков. Соответственно, с точки зрения требований регулятора мы помогаем достичь комплайнса по очень большому количеству как отраслевых, так и международных стандартов, будь то PCI DSS, 100BR и BBS, 382P, SOX и много других регулятивных требований. Это то, что касается финансового сектора, прежде всего, так ли? Телеком и SOX, комплайнс, полный рост применим к телекому. Ваша распространенность, я не знаю, может быть в промышленности, она есть вообще ваше внедрение? Да, внедрение однозначно есть, и при этом я не могу не отметить, что на протяжении последних двух-трех лет у нас очень большой пул проектов был реализован, в том числе и в России, в СНГ, наверное, в меньшей степени, а в России действительно были крупные масштабные внедрения, и чаще всего эти проекты относились либо же к защите баз данных внутри SCADA-систем, либо же к защите ERP-систем, наиболее распространенных, таких как SAP или Oracle e-Business. Практически у любого заказчика из промышленности, топливно-энергетического комплекса есть ERP-система, которая является наиболее критичным бизнес-критиковым приложением. Отлично, понятно, то, что происходит с ОТП, да. То есть мы как раз говорим именно о втором тезисе, то есть многие заказчики действительно применяют взвешенную политику управления рисками, и поэтому обращают внимание на ваши решения. Я бы сказал, да, чаще всего комплаенс это больше помощник при обосновании проектов, но решения изначально, как правило, выбирают и начинают к ним присматриваться именно потому, что понимают, что есть какие-то проблемные области, есть какие-то, скажем, слепые пятна внутри организации, которые необходимо закрыть, и, соответственно, понимают, что кроме наших решений никакие другие средства защиты не подходят. И потом комплаенс зачастую подтягивается как дополнительное обоснование, почему же это решение нужно. Потому что у нас в России очень тяжело продаются риски, и гораздо легче продается комплаенс. Оксана, спасибо большое. Уважаемые зрители, напоминаю, что с вами была передача «Популярная безопасность», которую ввели Сергей Шерстобитов и Дмитрий Пудов. И с нами сегодня в студии был Александр Шахлевич, директор продажам компании «Инперва» на территории России и СНГ. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, что пригласили. Было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»